А мы продолжаем 10 выпуск журнала Мастерская Джумла. С вами Александр Куртеев и в этом уроке мы рассмотрим расширение, которое позволяет сделать расписание занятий на сайте. Это также одна из частых тем на нашем форуме поддержки и служеб поддержки. Пользователи спрашивают, как можно красиво оформить список спикеров, которые выступают на той или иной конференции, как сделать расписание занятий в ЮКО-клубе, как сделать расписание вебинаров на следующий месяц и так, чтобы это выглядело красиво и чтобы это можно было очень просто оформить. В свое время я видел замечательное расширение, но видео по нему записывать не стал, дал ему немножко времени покрепнуть. То есть там были некоторые вопросы к работоспособности данного расширения, были некоторые проблемы, поэтому рассказывать про него я не стал. На днях я еще раз ознакомился с этим расширением, проблем прежних там уже не обнаружил, и поэтому спешу поделиться с вами этим расширением. Расширение действительно крутое, аналогов я ему не встречал, и давайте посмотрим, как оно выглядит. Компонент называется Easy Timetable. Сразу начнем с примера. Самый банальный пример. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, и у нас расписание занятий, как обычно выглядит в фитнес-клубе. То есть с 9 до 10 у нас одно занятие, потом с 10 до 10 строк 5 другое, и так далее. То есть заходя на данную страницу, человек сразу видит все занятия в данном фитнес-клубе. Кроме этого, можно отфильтровать, например, чисто выбрать занятие Bodyform или BodySculpt. Далее, второй вариант изображения может выглядеть вот таким образом, то есть расписание конференции. Можно таким же образом сделать просто распорядок на месяц. Как видно, здесь у нас с 3 мая, 4 мая, 5 мая. Названия для столбцов можем придумать разные. Вот такой вид таблицы потом можно выводить в модуле расписания мероприятий. Но это уже в платной версии. Сейчас расскажу подробнее о политике распространения и подробнее об активности. Итак, политика распространения. Есть бесплатная версия, есть платная версия. Бесплатная версия тоже вполне функциональна, но, естественно, платная здесь у нас будет в разы круче. Если мы посмотрим на описание, то у нас в платной версии добавляется возможность дополнительных полей для каждого занятия. Плюс изначально у нас продолжительность одного занятия ограничена 30 минутами в бесплатной версии. В платной версии можем делать час, полтора и так далее. Но есть чит-код, я вам расскажу, как можно и в бесплатной версии сделать необходимую нам продолжительность мероприятия. Кроме этого, в платной версии есть фильтр и можно добавлять изображение всплывающей подсказки. Вот, в принципе, отличие платной версии от бесплатной. Давайте посмотрим, как работает данное расширение. Итак, перейдем на сайт, менеджер расширений, установить. Почему-то разработчик предоставляет отдельно русский языковой файл, который через менеджер установки самостоятельно не устанавливается. Поэтому я проделал небольшую работу и данный языковый файл прямо вшил в компонент, чтобы вам два раза не устанавливать. Итак, расширение у нас установлено. Переходим в компоненты. Это у нас компонент, панель управления. Итак, для начала нам нужно создать расписание. Заходим в расписание. Вводим название. Допустим, Йога-клуб. Отображение фиксировано или адаптивно. То есть, если фиксировано, то ни в коем случае наша таблица сжиматься не будет. Пускай пользователи увеличивают или уменьшают на телефоне. Но всегда будет отображаться фиксировано. И это неплохо. Это просто отдельный вариант, когда иногда бывает так необходимо сделать. Или адаптивный вариант. Адаптивный, напоминаю, работает только в платной версии. Дальше. Начало наших занятий. Выбираем, с какого времени мы начинаем работать. Допустим, с 8. Отображать заголовок, отображать фильтры. В нашем случае фильтры будут только в платной версии. Сколько у нас будет столбцов? 5 дней недели, пускай будет 5. Сколько у нас будет ячеек? Сделаем 10. Дальше. Название столбцов. И можем выбрать цвет для ячеек. Плюс добавить высоту ячеек. Доступ по умолчанию всем. И состояние поставим опубликовано. Итак, мы с вами создали первую нашу таблицу. Расписание йога-клуба. Сейчас, для того, чтобы данный йога-клуб заполнить, нам нужно перейти в мероприятие и добавить, а что же у нас в клубе происходит. Нажимаем создать и вводим мероприятие. Допустим, хатха-йога. К какому расписанию хатха-йога у нас относится? К йога-клубу. Длительность. Длительность. Поставим 60 минут. Для примера, берем цвет, допустим, зеленый, цвет перекрытия при наведении, это уже в платной версии. Как ссылка, то есть мы можем при нажатии на данное мероприятие открывать какую-то отдельную ссылку. Это может быть внешняя ссылка, это может быть ссылка на пункт меню. И ставим опубликовано. Дальше вкладка описание. Здесь можно добавить описание для нашего занятия. И можем добавить дополнительные поля. Дополнительные поля у нас создаются только в платной версии. Итак, нажимаем сохранить. Элемент успешно сохранен. Сохранить и закрыть. И сейчас выведем пункт меню с нашим расписанием. Напишем расписание. Выберем тип пункта меню. Изи тайм-тейбл. И у нас есть несколько пунктов меню, которые мы можем вывести. Мы можем вывести отдельное мероприятие с его описаниями. Например, описание хатха-йоги. Там будут картинки и будет само описание. Можем вывести единичное расписание. То есть расписание йога-клуба. Можем показать весь список мероприятий. То есть у нас есть хатха-йога. У нас есть аштанга-йога. У нас есть кундалини-йога и прочие другие занятия. Или можем вывести все расписания. То есть расписание йога-клуба, расписание тренажерного зала, расписание боевых искусств и так далее. Плюс можно добавить форму для добавления мероприятия и форму для добавления расписания с фронт-энда. То есть внешней области сайта. Сейчас же нас интересует единичное расписание. Итак, нажимаем «Сохранить». Итак, пункт меню создали. Сейчас переходим на наш сайт. Заходим в расписание. Видим, у нас появилась таблица. Но пока в ней нет ничего. Как сюда добавить наше мероприятие? Все очень просто. Возвращаемся обратно. Компоненты. «Easy Timetable». Переходим в расписание. Заходим в наш йога-клуб. И у нас добавилась хатха-йога. После того, как мы добавили мероприятие. Сейчас мы можем хатха-йогу у нас разместить в нужных местах. Будет больше мероприятий, сможете больше размещать. Если вдруг у вас мероприятие больше часа или больше ограничений бесплатной версии, и вам изначально мероприятие не давали сохранить, то вот здесь вы можете самостоятельно подправить продолжительность мероприятия. Допустим, с 8 до 12. И никто вам ничего плохого не скажет. Итак, мы с вами сделали расписание. Нажимаем «Сохранить». И сейчас обновляем. Итак, мероприятия появились на нашей таблице. Единственное, сейчас у нас место для контента очень маленькое, поэтому выглядит немного скомканно. Если мы отключим модуль под названием «All Modules», то станет гораздо лучше. Давайте проделаем данную незапланированную операцию. Перейдем в менеджер модулей и найдем наш модуль. Итак, смотрим. Когда у нас места для контента больше, то выглядит, естественно, гораздо лучше. Вот таким образом вы можете сделать расписание мероприятий на вашем сайте. В платной версии возможностей, естественно, больше, плюс нету ссылки на сайт разработчика, но и бесплатная версия будет применима. Расширений с аналогичным функционалом я не встречал. К тому же, прямо на сайте, здесь во фронтенде, вы можете изменить месторасположение элементов. Итак, на этом урок закончен. При необходимости используйте. А мы переходим далее, к следующему уроку.